Мобилизованные жители Стерлитамака и Стерлитамакского района отправились к местам боевого слаживания для подготовки к участию в специальной военной операции. В мероприятии принял участие глава республики Ради Хабиров. Он поблагодарил мобилизованных и отметил, что добровольческие отряды и контрактники из республики остро нуждаются в их помощи. Машкортостан, в свою очередь, окажет поддержку мобилизованным и их семьям. В частности, волонтеры будут помогать семьям по хозяйству и решению бытовых вопросов. А на площадках подготовки будут работать советники главы республики. И они помогут мобилизованным в решении возникающих вопросов. Как глава республики хочу сказать, я сделаю все, чтобы все усилия нашей республики были направлены на то, чтобы чем можем мы вам помогли. Мы будем приезжать к вам и поддерживать вас. И во всем будем помогать. И еще я хочу сказать, что все усилия республики мы направим на то, чтобы вы не переживали за ваших родных и близких. Мы им будем помогать. Твердо вам обещаю. Среди мобилизованных находятся и те, кто совсем недавно отдал свой долг родине. Никита вернулся со срочной службы всего 4 месяца назад и пока что не был призван. Однако из чувства патриотизма не мог оставаться в стороне. И без повестки пришел военкомат. В республике, к слову, порядка третьей мобилизованных пришли без повестки. Я служил в Кемеровской области, в батальоне связи. Сейчас я пошел не по повестке, а добровольно. Я не могу смотреть, когда уходят мои братья, во-первых. И во-вторых, я иду защищать родину, так же, как и все идут. Старший сержант Юрий Чумаков погиб в апреле при выполнении боевых задач специальной военной операции в составе добровольческого отряда «Барс». Его посмертно наградили орденом Шеймуратова. В ходе рабочей поездки в Старлетома глава республики также приехал пообщаться к семье погибшего и передал награду.